это у нас большой переключатель программ таких заморочек в этой машинке нет вот у нас здесь черточка есть и точечка на машинке совмещаем их разные виды строчек их 15 вот рычаг обратного хода нажимаем делаем закрепку мы выставляем соответственно какую операцию вам нужно и сейчас попробуем обметать петли регулятора нас ставим на единицу лапку ставим подводим ее и опускаем лапку попадаем на шпилечку нашу все лапка у нас защелкнулась берем намечаем на ткани где нужно сделать петельку подставляем ее опускаем лапку и вот эту лапку мы уводим ее вперед нитку нам нужно заправить вот сюда вниз под лапку чтобы она у нас не болталась сверху опускаем лапку у нас здесь есть шкала на метка не смотрим какую нам петлю нужно нажимаем на педаль и шьем на единички вот дошили до меточки пускай будет такая теперь переключаем наш переключатель на двойку игла должна быть в верхнем положении все делается в верхнем положении переключения чтобы у нас иголка не сдвинулась не поломалась переключили на двойку теперь у нас идет закрепка дальние ну там 3-4 укола поднимаем иголку в верхнее положение и переключаем на тройку теперь у нас обмотывается правая сторона я даже не держу ткань вот мы дошли и теперь поднимаем опять иголочку верхнее положение и переключаем уже обратно на четверку здесь стоит один потом идет два потом идет четверка но мы перескакиваем на тройку и потом опять возвращаемся на четверку здесь все очень просто шьем на четверке теперь у нас в конце здесь идет закрепка зигзаг на всю площадь петли также сделали штучки 4 укола поднимаем лапку вытаскиваем нитку обрезаем его смотрите у нас получилась петля потом берем иголочку и вот здесь вот где у нас идет закрепка здесь мы ее берем вот так вот и протыкаем вот так вот сделали и теперь берем и спокойно разрезаем так вот и вот так вот разрезаем вот смотрите когда я дошел до конца то я уперся в иголку и нитки я уже этой закрепки не разрежу будете делать усилие и рука может соскочить и вы просто разрежете вот эту закрепку петля у вас не получится изделие испорчено так что я вам советую пользоваться иголочкой это очень удобно и ваша петля будет отличная берем сзади кнопочка есть нажимаем снимаем лапку ставим простую лапку ну и попробуем дальше что у нас сделает машинка переключаем дальше у нас идет пятая строчка зигзаг маленький потом у нас идет шестая программа это у нас зигзаг большой поднимаем вверх ну вот видите здесь нет просто регулировки длинные стежка и регулировки зигзага здесь просто сделано конкретно выбрали программу и больше ничего не меняется дальше мы переключаем семерка у нас прямая строчка большая строчка хорошая можно немножечко на прямой строчке можно немножечко подтянуть верхнюю нитку на плюс и так далее восьмерка у нас очень мелкая мелкая строчка идет потом у нас идет девятка это у нас игла смещается в левую сторону это для переключения в тачке замка ну и далее десятка машинка стала работать намного тише все таки ценовая политика очень зависит от того какого качества машинка пластик и т.д. и т.п. двенадцатая это рисунок пошел уже рисунок поднимаем верхнее положение 13 вверхнее положение 14 ну в общем то и последнее 15 поднимаем обрезаем ну вот наши строчки в принципе шьет она неплохо втяжка есть разновидность строчек небольшая на этом профилактика и небольшой ремонт мы сделали смазали что мне понравилось больше всего в этой машине так это вот такая вот лапка она очень прекрасно проходит все утолщения берем сейчас ее поставим ставим лапку вот она смотрит вот так вот вверх она очень прекрасно проходит вот эти утолщения лапка повторяет конфигурацию ткани видите она раз и опустилась лапка она не заходит и потом не спрыгивает с толщины как с трамплина видите на джинсах на шву шьет хорошо вот такая вот лапка видите раз и вот опускается лапка вот такое вот движение это всегда предотвращает пропуск у нас именно на вот этом трамплине на этом все удачи вам